Фонды Красноярских музеев хранят для нас тысячи ценных артефактов и произведений искусством. Посетители любуются предметами экспозиции, не подозревая, что в эту самую минуту происходит по ту сторону выставочных залов в реставрационных мастерских. Именно здесь поддерживают в надлежащем состоянии и продлевают жизнь шедевром старины, глубокой и не очень. От шпателя до скальпеля какие еще неожиданные инструменты есть сегодня в арсенале реставраторов. Золото – это такая вещь, наносится при помощи водки, при помощи красного вина. Чем и как спасают экспонаты из музейных фондов и произведения всемирно известных классиков живописи. Никакой отсебятины, никакого творческого креатива. О технологических нюансах кропотливого труда художников-реставраторов – новый выпуск нашей программы. Красноярский краеведческий музей – один из самых посещаемых, но в этой мастерской вы точно не бывали. Хозяйство краеведческого музея очень большое. И отбирая какие-то экспонаты для наших новых экспозиций, есть нужные вещи, но они не всегда в надлежащем состоянии, потому что судьба у всех разная, так же, как у людей. Виктор Ницеевский – тот самый человек, который приводит в порядок и дает вторую жизнь. Хромым креслом, кривым турецким саблям, погрызанным временем и влажностью, картинным рамам. В общем, всем предметам старинного интерьера, по которым так живо представляется быт наших далеких предков. Нарасиваю объем и штихелями его так же подрезаю, как он и родной орнамент. Вот я отбил лентой малярной, и теперь я могу свободно красить. Сейчас наносим общий слой, а потом затемним, как положено, верхний. Музейная реставрация строго регламентирована. Никаких вольностей, домыслов и художественных фантазий. Тщательное изучение исторических аналогов помогает понять, каким должен быть попавший в руки реставратора предмет. Только после этого можно приступать к расчистке и восстановлению. Причем материалы стараются использовать максимально приближенные к аутентичным. В этом кресле начала 20 века, например, ткани использованы пеньковые и хлопчатобумажные. Мы ни в коем случае не должны ее поновлять, украшать. Должны как можно стремиться к стопроцентной сохранности того первоначального вида. Относиться с уважением к той патине и даже к тем мастерам, которые уже приложили руку с более ранними реставрациями. Вот. И мы должны... Ну, для нас экспонат – это же как документ. Нередко приходится иметь дело со сложными формами, которые трудно поддаются расчистке и еще трудней шлифовке. Поэтому какой-то экспонат легко восстановить за пару дней, а над чем-то мастер корпит годами, как над этим стулом 19 века, сияющим по золотой. Это очень тонкий материал, очень. Если на него попадает дыхание, то он сворачивается. Дыхание немножко затаиваешь, как-то его правильно делаешь, когда берешь так на него прямую, не надо дышать. Руками его брать тоже почти что невозможно. Сусальное золото – особый материал, требующий опыта и сноровки. Тончайшие, почти невесомые листики разрезают специальным ножом, подхватывают кистью и аккуратно кладут на покрытую соком итальянского дерева поверхность. Потом эту красоту нужно высушить, отшлифовать агатовым камнем и покрыть лаком. По такой технологии мастер однажды выполнил старинное зерцало. До сих пор вспоминает. Но когда прошло две недели, когда я его сделал, у меня вот плечевой пояс просто я... Как будто на меня плаху положили огромной тяжести. Получил кондрос такой. Потому что дышать нельзя, шевелиться нельзя. Вот только вот такой перенос такой тщательный. И одни и те же движения. Стоя, не шевелять. Бывает, обращаются к нему и в частном порядке, с дорогими сердцу фамильными реликвиями. Вроде этого Киота. Советы по консервации он дает, и раму может помочь восстановить. А вот за реставрацию самих икон не берется. Для этих работ есть другие специалисты. Отправляемся в мастерские художественного музея имени Сурикова, в фондах которого более 15 тысяч экспонатов. От полотен знаменитых классиков до древних икон. И многие из них уже прошли через руки реставраторов. Главной целью нашей работы является сохранение тех произведений искусства, которые хранятся в нашем музее. Ну и поэтому творческого вмешательства реставратора как художника, оно непозволительно. Мы можем, допустимо, какие-то дополнения реставрационные строго в пределах утрат. То есть мы не можем там закрывать своей живописью авторскую живопись. И должны точно соответствовать авторскому замыслу. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну вот как раз пропитка через накалентную бумагу. Самый легкий, простой, удобный, эффективный способ. Любая реставрация начинается с процесса укрепления, чтобы избавиться от трещин, вздути и прочих неизбежных атрибутов старения. В этой емкости, не поверите, трехпроцентный раствор кроличьего клея, разогретый до 60 градусов. Как видим, с иконами стараются работать по старым рецептам. И тоже по строгим правилам. Никакой тебе свободы творчества. Нам запрещено восполнять утраченные части иконы с какой-то детализацией изображения. Прежде всего, нам запрещено восстанавливать лики утраченные, части ликов. Потом категорически запрещено восстанавливать надписи, но это касается и масляной живописи. Ну и какие-то очень ответственные куски изображения, либо крупные части изображения, где методом аналогии невозможно понять, что там было на самом деле. А вот так укрепляют живописное полотно, портрет, дочери, кисти известного художника Игоря Грабаря. Немного другая методика и удивительный инструмент в руках художника – регулируемый электрошпатель. Создаешь определенную температуру, при которой можно продолжать. То есть он в зависимости от задач, может не стоить 100 градусов, может не стоить 80. Ну, то есть какая технология положена, в данном случае 60 градусов, не больше. Это идет укрепление, то есть работа будет заниматься с подрамника. Здесь такой есть прорыв маленький, утрата основы, она будет заделываться. После укрепления, устранения всех загрязнений и восполнения утрат можно будет перейти к следующему этапу. Если это холст, то какая-то корпусная жипс с выраженной там авторской фактурой мазков, то, соответственно, процарапывается, там воспроизводится фактура холста. А если какие-то мазки, то рельеф мазков авторских утраченных, он тоже полностью имитируется грунтом. То есть бывает очень фактурная жипс, и вот эту всю фактуру, вот это нагромождение мазков, там где видны следы волосков от кисти, вот это все нужно сделать, ну, сымитировать скальпелями, иглами всевозможными. Процесс тонирования, по сути, завершающий. Тщательно подбирается красочный слой и воспроизводится утрата самой непосредственно живописи. Все работы проводят в рамках программы, утвержденной Реставрационным советом. Он же согласовывает отклонения от традиционных стандартных методик в случае необходимости. Это пресс механически большой для подпрессовки картин, написанных на картоне, ДВП, арголите. Между прокладками сукна кладем там картон, либо арголит и зажимаем под пресс. Потом это сукно меняем на сухое, и вот несколько раз. Среди работ, которым лично приложил руку Дмитрий Ильин, Шишкин, Поленов, Суриков и Айвазовский, Наш эксперт признается, работать с такими полотнами всегда очень волнительно, чувствуешь дополнительную ответственность. Вот Малевич у нас есть, тоже перед отправкой на выставку куда-нибудь на другой конец света, тоже там, ну, мы его осматриваем, и когда видим, что если что-то там на нем появилось, тоже нужно что-то делать. Ну, конечно, думаем, уже начинаешь думать о той его страховой стоимости. В их работе, как у минеров, одна ошибка может привести к самым печальным последствиям, поэтому главная заповедь реставраторов не навреди, как у врачей.